10 утра в Москве, с вами Вести. Здравствуйте и продолжаем рассказывать о главных темах. Весь мир уже в ближайшее время заметит значительные изменения. Такими словами, Ким Чен И написал документ, который он вместе с Дональдом Трампом подписал после завершения саммита КНДР США. За историческим форумом в Сингапуре следила наш спецкор Дарья Козлова. Она выходит на прямую связь с Москвой. Дарья, здравствуйте. Что известно об этом соглашении? Да, здравствуйте. Текст полного соглашения был опубликован буквально несколько минут назад. В соглашении всего 4 пункта и один из них касается непосредственно США. США обязуются предоставить Северной Корее гарантии безопасности при условии отказа от ядерного оружия. Если же проходиться по этим 4 пунктам, то самые первые это США и Корея согласны установить новые отношения, исходя из желаний своих народов и направленные они будут на достижение мира и процветания. Пункт номер 2. Вашингтон и Пхиньян объединят усилия, чтобы добиться стабильного мира на корейском полуострове. В третьем пункте КНДР подтверждает намерение исполнить Пханмунджонскую декларацию и двигаться по направлению к динуклеаризации корейского полуострова. Но, наконец, четвертый пункт касается непосредственно двусторонних отношений с США и КНДР и регулирования вопросов, оставшихся после войны. Условились стороны предоставить гарантии и взаимодействовать в том, что касается поиска и обмена военнопленных. Но вот этот документ был подписан по итогам саммита и Дональд Трамп сказал, что документ должен превзойти самые смелые ожидания. Ну а Ким Чин Ын заявил очень многообещающий, что мир теперь ждут большие перемены. Давайте послушаем заявление лидеров сразу после саммита. Вы все увидите уже в скором времени. Документ, который мы подписываем, всеобъемлющий. Я думаю, обе стороны будут очень впечатлены результатом. Очень много работы проделаны. Я хочу поблагодарить всех участников с обеих сторон. Мы провели историческую встречу и решили оставить прошлое позади. Мир увидит значительные изменения. Ну и сейчас опять к цифрам. 35 минут продолжались двусторонние переговоры, где были только Дональд Трамп, Ким Чин Ын и их переводчики. Впрочем, уже появились сообщения, что Ким Чин Ын весьма неплохо говорит по-английски. В принципе, может и сам понимать, что говорит Дональд Трамп. Подсчитали журналисты, что около 12 секунд продолжалось рукопожатие лидеров. Несколько раз они похлопали друг друга по спине. И вот после двусторонней, после многосторонней встречи уже отправились на прогулку вокруг отеля Капелла, где проходил саммит. И во время прогулки Дональд Трамп неожиданно показал Ким Чин Ын свой кадиллак. Показал, что находится внутри, показал пуленепробиваемые двери. Стоит сказать, что действительно вот эти машины здесь чуть не вызвали такой большой дипломатический скандал, потому что северокорейская страна настаивала, чтобы были идентичные модели у двух лидеров. Но вот кадиллак по прозвищу «Зверь», какой у Дональда Трампа, сингапурские власти найти не смогли. И в итоге Дональд Трамп привез себе... В итоге, простите, Ким Чин Ын привез себе машины спецбортом из Пхиньяна. Ну и, конечно, сейчас обращают внимание на одну немаловажную деталь. Ким Чин Ын на встречу с Дональдом Трампом не наделал значок трудовой партии Кореи. Значок с портретами Ким Ирцена и Ким Чин Ыра, с портретами его отца и деда. И, вполне вероятно, это гораздо больше, чем смена имиджа. Это действительно подтверждение того, что грядут большие изменения на Корейском полуострове. Но вот сейчас ждем уже последнее, так сказать, завершающее событие этого саммита. В ближайшее время должна начаться пресс-конференция Дональда Трампа. Сейчас мы как раз работаем в пресс-центре и будем следить за тем, что уже заявит президент и на какие вопросы он ответит. Екатерина. Большое спасибо Дарье. Сингапура на прямой связи. Со студией была наш специальный корреспондент Дарья Козлова. Обо всех заявлениях с этой пресс-конференции расскажем позже в выпуске.